Средняя линия Боретта восьмой, Капеце двадцать восьмой, Пратт восемнадцатый и Альварес одиннадцатый и два нападающих Сапато девяносто первый и Капрари девятый. Капрари тоже бил поворотом. Мы этот момент видели. Помните, как вариант замены на Би Кейта, который точно уйдет в следующем году. Это уже фактически свершившийся факт, договоренность с Ливерпулем. А раз так, то нужно Кейта менять. Лукас Тореро, как считается, в Лейпциге подходит под эту миссию очень хорошо. Посмотрим вот этот перевод из глубины поля. И Хума по всем правилам, по всем канонам баранжировал на грани офсайда. Посмотрите, вот как раз момент передачи. Видите, как он открывается, как ускоряется внуши глубины поля. Ну и, конечно, завершающий удар в ближний угол. Давайте оценим этот удар. Великолепно действует. Это еще одна передача на Сенегальца, но на сей раз уже удар у него не получается. Слева, наверное, у этого места. Но пока это к успеху не приводит. Вот еще разочек. Отпустил мяч. Осторожности не получилось здесь ей отдаться. Собственно, из-за ошибок, в первую очередь с опекой Бубакарой, был забит этот мяч. Альварес как раз с мячом. Он игрок довольно тягучий. Да, ему не очень-то он доволен не столько самоотдачей, выкладкой Хорваты, сколько эффективности его действия. Но, тем не менее, сегодня он получил шанс. Еще одна атака с Андорием. Опять здорово Генуэссы комбинировали с Ампой в этом сезоне. Хорошее подключение по левому флангу. Можно простреливать. Да! Проскользили ноги. По-прежнему после гола Бубакара. Поддача неплохая была, но там Сапата умеющий. Вот только после этого оказался в Сандорием. Сначала Генуэссы взяли его в аренду, потом уже выкупили трансфер полностью. Это было вот как раз в прошлом сезоне. Игравший, конечно, не хватает игровой практики. Получается. Тоже шанс. Он начал играть только в последние годы. Давно уже дебютировал здесь. Постоянно, постоянно предлагать себя. Ну вот, по сути, единственный вариант как раз и остался. Но, тем не менее, здесь тоже важно постоянное движение. И сейчас Ферритина его показывает. Бенасси был с мячом. Подача. Подача. Скидка. И вот здесь бы пробить пока не получается. Уж очень много генуэзских защитников там в своей штрафной. Еще один навес. Сильвестр. Хорошо. Позицию занимает. Вот сейчас в Эриту. Здесь капец, играя в центре поля. И тут уже Сапата с мячом прокидывает на лево фланг его. Мимо Гашпара. Но уже есть у португальца помощь. За скользко. Ох, какая комбинация. И ведь не назовешь это, что он делал в центре поля. То, что делал на постпах штрафной сегодня уже не раз позволяет говорить о том, что сегодня пока колумбийца справляется. Вот уже был несмешанный состав появляется на поле у Ферентины. И, в принципе, это хорошо. Действительно, это шанс для любого, входящего в обои. Но футболисты пока Ферентины в атаке. Удар поворотом. Это скорее удар, а не передача. Скажем, на вес была попытка. Все-таки на вес. Но получился на вес сильным. Да еще и угловой заработали при этом. Футболисты Ферентины. Удар поворотом. И мяч не попадает в них. В общем, на его результат, в принципе, как считалось, равная игра должна быть. И фаворит из Ферентины в таблице чемпионата Италии. Ставки ее чуть ниже. Именно Карлос Санчес был главным действующим милицом. Его фотография красовалась на обложке. На Сапато сейчас отобрал мяч. Сам Альварес. И потерял Аргентин. Сапато опять здорово ставит корпус. Укрывает мяч. Сала. Очень тонко играет Джакопан. Ну и теперь самое главное, также тонко сыграет Сапати. Но продавить он решил. Ферентины и Сандори в этом сезоне, конечно, с Саппи удается пока больше. Она даже вот с фаворитами, с тем же Интером, показала очень яркий футбол. Помните, 0-3 горела и 2-3 в итоге проиграла. Помните, Ферентины Интеру проиграла в первом же туре 0-3. Но опять тут все понарастающе, пока у Ферентины идет. Сандори в целом продолжает эту стабильную высокую уровень. Вот та самая победа на Ювентусом, она, конечно, знаковая для возможности. Заставив в какой-то степени забыть о том успехе в матче с Туринцем. Но как тут забудешь. Подача с фланга. Сала ее делает. Наконец-то изловчился и прибежал на угол. Только подходики какие-то были неплохие. И у Ферентины, и у Сандори, и к воротам друг друга. Но острых шансов на самом деле совсем немного. Вот момент, удар в сторону дальнего угла. Забивать надо гол. Похоже, после свистка или нет. Засчитывают этот мяч, засчитывают. Счет сравнялся. 1-1. Эдгар Баретто. Опытный, конечно, парагвайский футболист. Многоопытный, я даже бы сказал, потому что ему уже за 30. Парень, который не нуждается в дополнительных представлениях. 33 года ему уже. Посмотрим. Вот здесь был момент. Это уже второй темп атаки. Мяч застревает на гаку у защитника Ферентины. Вот как раз момент удара. Давайте еще раз посмотрим. Было ли, не было в сайт. Ну, на мой взгляд, там слегка задержался защитник Ферентины. Давайте посмотрим, кто же это был. Вот, по-моему. В артном составе, в том числе и самые непростые игры, которые Сандори провела, тоже прошли. Это показательные поединки для нынешнего генуэзского клуба. Удар по воротам. В дальний угол, конечно, направлялся мяч. Драговский прыгал. Но это было очень сложно. Во-первых, все-таки не в створ ворот. Как и его команда Гимарайнш, которая дошла до финала Кубка Португалии. Набирает ход Кьезе. Ищет партнеров. Уже Бубакар открывается слева. Кьезе сам проходит и бьет по воротам. Все правильно. Учитывать нынешнее равенство команд по возможностям своим, скорее всего. Да, и по результатам. В сезоне, конечно, он очень хорош. Внимание, атака Ферентины. Здорово может получиться. Кьезе с мячом уходит в сторону. Передача штрафную площадку. И вот тут уже вся генуэзская оборона справляется. Какую фумницу вообще. Как он увидел тонкую ситуацию. Возможность для обострения. И снабдил резким пасом из глубины поля Квалиарелу и Сапату мячом. Штрафной удар. Сейчас Ферентина попробует тоже. Разыграет до верного. Подача. Удар головой в падении. Очень надежно здесь в этой ситуации по Джоне. Технин четко исполняет опытнейший вратарь генуэзского клуба. Капрари опять получает мяч. Не очень удобная была передача, потому что ему фактически давали за спину. Прат. Второй раунд. Никогда прежде Торейру не приглашали в сборную Ругуая. А вот сейчас игра. Зачастую в играх серия. Подача Сапаты. Сапаты тоже, кстати. Все. Вот как раз с центральной линии. Отлично. Получает мяч. Бывший игрок Торина. Напомню, вот собственно из Торина он сюда в Ферентину и прибрался. Подача была резана, но все-таки не на недостаточной высоте. Бумакар молодец какой. Ей надо забивать. Выручает свою команду. Защитник. Это был Сильвестр. Ну что же. Неужели там был фол? Опекуна. Вот посмотрите. Он его такая плечом в плечо. Да, понятно, что это маленькие футбольные хитрости. Опять здесь, кстати, жертвы Сенегальца. Да, с такими-то конкурентами. Но тем не менее, на замену выходил очень умело. Да, все-таки пенальти. Вот, собственно, по этой причине. И так спорили дохрепать иначе. 2-1. Я думаю, что по такой игре, которая есть у Санглори сейчас, в принципе, она не должна волноваться. Да, пропустила. Опять вынуждена отыгрываться. Но... Потому что все-таки остается до конца основного времени матча полчаса. Но, разумеется, здесь уже никто не будет в фаворитической команде раскрываться. А это означает, что в ближайшее время мы, возможно, дождемся ключевой замены, которую усилит южную сборную Сербии. Когда он там был ее самым важным игроком, ярким лидером. Но, конечно, в клубной карьере пока у него получается малышка. Тем более в этом сезоне, когда он практически не играет. Да, или очень мало игрового времени получается в составе Санглори. Подача, скидка. Хороший был перевод, да? Прям туда, на линию воротарской площадки. Пас назад. Да, отличный момент. Надо забивать Санглори. Удар по воротам опасно. Перекладина выручает сейчас Фиорентину. Успокоится. Тем более, что родная для них команда перешла в атаку. Можно бить по воротам. Как не получился здесь удар. Но Симеона был в центре внимания. Хорошо. Который все ждет и ждет своего шанса. Но пока его получает поляк. Польская школа вратарей. Общеизвестная. Европа. Копрари бьет. Отличный момент. И опять каркас ворот вращает. Ну что, опять верит то. Три-два. Вот примерно так же, как Рамирес. Совсем недавно с точки по штангу пробил Франц. Один, два, один, два, два, три, два. Продолжение следует. Продолжение следует.